Никогда не беру с собой наличных денег. Всегда беру с собой только карточки. И смотрите, у меня несколько карточек. Одна карточка, которой я постоянно пользуюсь, на ней достаточно немного денег. Потому что где-то в ресторане ее могут сфотографировать, скопировать CVV-коды, которые на обороте. И это может быть накладно, поэтому карточки я с собой беру сразу несколько. То есть это у меня одна депозитная, вторая депозитная, на которой основные деньги, которые я здесь не показываю. Здесь есть всегда интернет, и я пополняю ту карточку для постоянного пользования через интернет. То есть вот эта вот вещь. Второе. Что надо сделать сразу по прилету? Когда мы прилетаем в другую страну, не нужны доллары, не нужны евро. Если в Турции турецкие лиры, значит нужны турецкие лиры. Их лучше менять сразу на рубли. И то есть рубли на лиры непосредственно. Это я делаю, то есть я подхожу к банкомату и снимаю национальную валюту. Все банкоматы... Блин, сейчас уедут. Все банкоматы в любой стране выдают национальную валюту. Но некоторые страны, в частности и в Турции, могут дать еще и другие валюты. То есть можно выбрать там, взять евро или доллары или лиры. Ну, по крайней мере, раньше так было. Но так как мне нужны лиры, национальная валюта, то я снял сразу лиры. Как надо снимать? Снимать надо сразу по сумму побольше. Ну, скажем, в объеме там 100 или 200 долларов или евро. То есть сразу побольше. Потому что комиссия за съем денег в иностранном банке, как правило, она не такая маленькая. И она есть минимальная комиссия. Чтобы комиссия была... Чтобы сэкономить на комиссии, мы снимаем сразу крупную сумму. То есть я сразу в аэропорту искал банкомат, в котором я сниму деньги. Но смотрите, что получилось. Пока мы вышли из самолета, когда мы были в зоне дьюти-фри, там какая-то комиссия была заоблачная совершенно. Вот. Мы вышли в общую зону. И, ну, в частности, в Турции, например, я искал Денис Банк. Почему Денис Банк? Потому что Денис Банк принадлежит нашему российскому Сбербанку. И, конечно же, там будет самая выгодная комиссия для русских. Я воткнул туда карточку. Там мне сразу написали, что здравствуйте, Юрий. То есть на русском языке я выбрал русский язык. И выбрал сумму там 1700 турецких лир. Это ровно 200 евро, которые я снял. Но сейчас я пойду еще снимать столько же, наверное, или там чуть меньше. Потому что я заплатил вот за те самые шары, на которых мы завтра полетим с Кириллом с утра. Вот. Еще какие моменты. Смотрите, букинг. Когда мы заказываем жилье, мы заказываем жилье, как правило, на 1-2 дня. Потому что, ну, может быть, нам понравится здесь. А может быть, не понравится. То есть я оставляю за собой свободу действий. Потому что мы приезжаем на место, живем. И если нам нравится, мы договариваемся с хозяевами. То, ну, остаться там еще на 1-2 ночи, так сказать, больше. Пожалуйста. Это всегда не возбраняется. И хозяева всегда рады помочь в этом деле. Тем более за наличку и тем более не платя букингу. Вот. И в каждом месте есть всегда Wi-Fi. Поэтому на Wi-Fi мы на следующие 2 ночи заказываем, там, как правило, резервируем следующее и так далее. То есть вот таким образом. Какой нюанс здесь есть? Смотрите, я заказал через букинг. Было вот столько предложений. Все, я нашел через букинг предложение в Стамбуле. Достаточно дешево. Ну, Стамбул это, можно сказать, столица. Столица к Турции Анкара. Но вообще, говоря, самый дорогой город в Турции и самый значимый. Это Стамбул, конечно. Поэтому в Стамбуле было дорого. Поэтому я выбираю в Стамбуле. Ну, подешевле, как правило, в столице. Выбираем. И там, как правило, условия не очень. Ну, так оказалось и на этот раз. В общем-то, условия были не очень. Мы жили на такой вот мелкой улочке. Там полно таких отельчиков. Вот. Что я хотел сказать? Я хотел сказать следующее. Что в Турции не работает booking.com. То есть тот сервис, которым я постоянно пользовался для того, чтобы снять номер, в Турции дает результат поиска ноль. Почему? Потому что booking.com отказался регистрироваться на территории Турции для того, чтобы платить налоги на территории Турции по турецкому законодательству. Поэтому Турция заблокировала этот сервис booking.com. То есть booking здесь не работает. Я снял вот здесь вот этот вот отель через Airbnb. И получилось так, что он... Ну, я еще никогда не пользовался Airbnb. И поэтому, ну, были некоторые сложности. Я, так сказать, не мог найти этот отель. То есть здесь есть отель с похожим названием. И мы сначала поехали туда. Там оказался паренек. Он говорил хорошо по-русски. Он сказал, что это не здесь. А потом мы выяснили, где это. Он провел нас сюда. Ну, на мотоциклике буквально своем проводил нас. И мы приехали сюда. Теперь по поводу автомобиля. Автомобиль мы заказали через Rentacar. Тоже тот еще сервис. Он зарегистрирован в Англии. Вот. Там надо быть внимательным. Почему-то он нам не прислал booking, как называется, бронь. Вот. На почту он мне не прислал. Поэтому мы сначала пришли в другой, как бы Rentacar. И там требовали нашу машину. Они с недоумением смотрели, говорили, нет, вы у нас ничего не бронировали. Я говорил, дайте мне машину. Короче говоря, выясняли долго. И, ну, это заняло достаточно большое времени, пока мы выяснили, где же мы зарезервировали машину, за которую с нас уже, кстати, взяли 25 тысяч к тому моменту. Вот. И мы поехали туда. То есть нас довезли, на самом деле, туда, где мы взяли таки машину. И сейчас вот мы на этой машине профигачили уже половину Турции, 700 километров вчера. И мы здесь. Машина стоила, сейчас скажу, 25 тысяч. Машина не самая дешевая, не самая дорогая. Мы выбирали так, чтобы наша поклажа туда могла вместиться. Потому что там, ну, по объему багажника, на самом деле, у нас получился Renault Megane. Нафаршированный вот по самые некуда. Просто офигительная машина. Прет вообще, значит, дизель при этом. То есть она еще экономная. Вот. Мы, скорость доходила до 190 километров в час в Турции. Дороги шикарные. 25 тысяч рублей за две с лишним недели. Сейчас мы находимся в Каппадокии. Здесь очень хороший отель. Мы сняли 3 тысячи на четверых в сутки. Вот. Через Airbnb. И, судя по всему, мы здесь останемся, потому что нам здесь очень нравится. Мы, как бы, ну, поговорили с хозяином. Мы пытались остаться здесь на две ночи. То есть, так сказать, по первоначальным планам. Но сейчас мы поменяли план и решили остаться здесь еще на ночь. Вот такие дела. Ну, да, говорят. Что по поводу общения? Здесь все говорят, естественно, на турецком языке. Но всегда есть люди, которые знают английский, конечно же, во всех этих вот местах. То есть, английский надо знать. По-английски мы разговариваем неплохо, в общем-то, и по-французски тоже, и по-немецки. То есть, если что, мы можем говорить. Конечно, это знание требуется. Но, в общем, все указатели, все надписи, все информации, конечно же, на турецком языке. Но всегда можно спросить. Да, и по-русски здесь тоже очень много общаются. Но не рассчитывайте, что все кругом будут знать русский. Это не так. Английский знают многие, и тоже не все. Но приходится иногда общаться. Но нужен опыт общения. Но если у вас есть вопросы, задавайте. Сейчас лайк и смотрите дальше мои видео. Там я еще буду рассказывать разные вещи.